Школьная 23. Подъезд этого дома теперь не узнать. За две недели полностью заменили освещение в старую электропроводку и убрали ее в специальные пластиковые короба. Отштукатурили стены. Сейчас занимаются их покраской. Текущий ремонт завершается и на заводской 14. Красим шпаку. Красиво сделали. Такую красоту в подъезде можно навести в короткие сроки. Главное это желание самих жильцов провести ремонт. В рамках губернаторской программы софинансирование идет из трех источников. Это средства управляющих компаний, областного и муниципального бюджетов, в том числе и жителей подъездов. Основной причиной выполнения ремонта подъезда является желание жителей отремонтировать прежде всего подъезд и софинансировать сам ремонт. Это единоразовый взнос, который потом не распределяется. И он у нас сейчас 1%. 1% от 142 тысяч это очень минимальная сумма. 100-200 рублей. Сумма реальная и у жителей района есть возможность уже в этом году провести текущий ремонт подъездов, а не ждать еще несколько лет. Но важно учитывать, что цена ремонтных работ зависит от этажности дома. Вопрос находится в череде самых важных вопросов. Вообще в Московской области будет отремонтировано более 30 тысяч подъездов. В Ленинском районе 500 с небольшим. В настоящий момент Поляинского района ремонт идет более чем в 40 подъездах. В 4 подъездах уже ремонт полностью завершен. Основная цель данной программы сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания. Ирина Бокла, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.